Короткая передышка – это два фестивальных дня. Алтаргану Александр Гармаев не пропускает с 2011 года. Даже если бы праздник случился на другом конце вселенной, он бы вырвался из-под украинских обстрелов и дополз. В этом случае пригодился бы его альпинистский опыт. Вот уже 10 лет под его прицелом не только быт и культура бурятского народа, исчезающий манул на степных просторах, покоренные вершиной со снежными шапками, но и люди, которых он очень любит и умеет снимать. Живых. Как сказать, тяжело дома находиться. У нас начались похороны наших ребят. И каждый день ходить на репортажи, снимать наших ребят, знаете, тяжело. В силу специфики работы, там ряда полномочий, я был на всех направлениях. За три месяца я прошел Азовсталь, Севердонецк, Лисичанск, Попасно. Вот сейчас приехал из-под Славянска, Славянское направление, ну там буквально 20 километров по Славянску. Ну вот так получилось, что я, ну как сказать, там где пекло, там и я. В самое пекло в составе легендарной 5-й Тацинской гвардейской танковой бригады он выходит в разведку. Если надо, несет раненых на себе, тут же на месте бинтуют товарищам раны, раны душевные, лечат у костра песней или теплыми видеоприветами с дома. Именно ему, человеку, который умудряется за сутки решать вопросы за лентой и в зоне боевых действий, военнослужащие доверяют самое дорогое. Я занимаюсь большим объемом гуманитарной помощи, помощи мирному населению. Вот в том же Мариуполе я вот землячку нашу встретил из Борзи, Людмилу Хлыбову. Да, вот, ну за этот период получилось соединить ее с семьей, найти мужа, привезти мужа, причем со стороны противника, с украинской стороны, в Мариуполь привезти. Ей помог, сына нашел, то есть сейчас скоро они с сыном высоединятся. А в целом, ну много, коллеги, друзья, военкоры меня в шутку «голуби мира» называют, потому что очень много гуманитарки занимаюсь. Поездка за нами идет. В общем, работаем. Наш первый выезд получен в «Буканку». Выводят на яне. Ребят, ну, под обстрелом вывозим. Четыре прилета по нам было. Сейчас ребята, ну, поработают. Ребята уверены, четко. Огромный боевой опыт получен. Ребята идут вперед. Очень радуюсь, что сейчас в строй возвращаются наши бойцы после госпиталя и прочее. Это вот на киевском направлении ребята, ранения получившие. Ну, у меня, например, экипаж, да, есть ребята, у которых контракт закончился. То есть они даже, ну, не выезжают, продолжают. Продолжают работать, продолжают биться с противником. Ну, моя позиция простая. Лучше мы, чем наши дети, да. Ну, эта война абсолютно неминуемая была. То есть и лучше мы там, чем здесь, на своей земле, в России. Ну, если коротко говорить, да, вот. Фашизм во всей красе жив там. Я это хорошо знаю. Я не одну сотню преступлений видел по отношению к детям, к мирному населению. Ну, что происходит.